В последние 10 лет в микрорайоне Казачья бухта шло активное строительство жилых комплексов для военнослужащих Черноморского флота, как следствие, рост населения. В 2017 году в Казачьей бухте открыли образовательный центр, трехэтажную школу на 600 мест и детский сад на 400. Но и этого оказалось недостаточно. Тогда же началось возведение второго части центра на 400 мест. Как идет строительство, оценил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Также он рассказал о начале строительства еще одной, уже третьей по счету, школы в Казачьей бухте. Я проверил, темп хороший. К 1 сентября следующего года этот дополнительный корпус будет сдан. Сегодня у нас заканчиваются торги. Я уверен, что мы определим победителя по еще одной школе, которая находится здесь буквально в 500 метрах, на 700 мест, которая тоже зайдет в стройку в этом году. И хотелось бы, чтобы сейчас проектируется, чтобы тот бассейн, который будет и для этой школы в Бухте Казачьей, и для всех жителей микрорайона, он заканчивается проектированием. Мы в этом году получим проект и, наверное, в следующем году тоже начнем строить. Общая площадь здания второй очереди образовательного центра составит более 9 тысяч квадратных метров. В нем будут располагаться не только учебные аудитории, но и спортивный зал, тир, различные мастерские, библиотека с читальным залом и актовый зал на 150 мест. Сейчас строители приступили к отделке цокольного этажа. Я как директор образовательного центра, вот поверьте, счастлива. Счастлива потому, что при сдаче вовремя объекта строительства на 400 мест, мы обеспечим местами наших деток района Бухты Казачьей практически всех. Все детки будут ходить в шаговой доступности в свою школу. И я думаю, мы выйдем из двух смен, в которые мы сейчас обучаемся. В процессе возведения школы строители столкнулись и с проблемами. Денег, чтобы завершить все работы, не хватает. Мы попросили через бюджет добавить денежки на эту школу, с тем, чтобы она у нас была построена вовремя. И второе, в общем-то, мы планировали, Дмитрий Иванович, в этом году начать строительство этого бассейна, потому что мы сейчас заходим уже в экспертизу. И, собственно говоря, если можно, мы, в общем-то, просим вас дать нам разрешение через переспределение с других объектов, в общем-то, деньги добавить и, в общем-то, начать строительство в этом году. На достройку школы вместе с бассейном необходимо порядка 150 миллионов рублей. Возможность дополнительного финансирования строительства образовательного центра рассмотрят на заседании правительства города. Общая стоимость работ по возведению второго очереди образовательного центра в Казачьей бухте уже превысила 400 миллионов рублей. Денис Тишин и Михаил Голобуев, информационный канал Севастополя.